Добрый день! Я хотел бы кратко рассказать о том, какие реальные конкретные способы можно применять для того, чтобы уменьшить шум от стиральной машины. Они подходят для всех моделей стиральных машин, отечественных, зарубежных, неважно. Во-первых, вы можете купить в магазине такие вот ножки. Их продают сразу комплектом 4 штуки, их можно подставить в подножки в холодильнике, и при вибрации он их будет гасить, и в первую очередь меньше шума будет у ваших соседей. Потому что меньше шума будет передаваться на межэтажные перекрытия. Если же мы говорим о том, как уменьшить шум для вас, то такой простой совет вы можете положить на стиральную машину вещи, которые постираны, полотенца или которые вы собираетесь стирать, какие-нибудь там тяжелые упаковки порошка и так далее. Все это уменьшит вибрации. Разумеется, нужно вставить так, чтобы это все не падало при вибрации машины. И более такой научный способ это использование акустического поролона. Его можно заказать, например, как я сделаю на Алиэкспресс, буквально там за 200 рублей, подождать 3 недельки. И этот акустический поролон можно поставить, например, где-то сбоку, между стенкой стиральной машины и стенкой нашего санузла. А также можно на заднюю или на внутренней поверхности поклеить так называемый вибропласт. Это такой типа битум черный, плюс нанесенный на алюминиевую фольгу. Он уменьшает вибрации именно металлических частей стиральной машины. Но, разумеется, если у вас вышел из строя, то есть раздался вдруг повышенный такой шум, которого раньше не было, то, скорее всего, это вышел из строя подшипник барабана. Замена подшипника барабана мне обошлась в 2500 рублей. И я искал мастера на популярных сервисах, в которых именно частные мастера предлагают свои услуги. Если это вы будете делать, ища по запросу на Яндексе ремонт, замена, ремонт стиральной машины или замена подшипник компрессора, то это будет раза в два дороже в каких-нибудь там авторизованных сервисах. Поэтому можете использовать эти простые советы и уменьшать шум от вашей стиральной машины. Ну, можете также стирать на меньших оборотах. Но это, конечно же, не самый лучший вариант. Успехов вам! Спасибо за внимание!